Я от всего сердца приветствую вас на новом выпуске программы «Церковь Ковчег». Я очень рад, что вы смотрите нас и сегодня. Пасха — это один из важнейших праздников иудейского народа. И Иисус всем своим сердцем хотел отпраздновать Пасху со своими учениками, перед ждущими Его вскоре страданиями и смертью. Единственной их проблемой было то, что они не могли найти помещение для празднования. Как же получилось так, что они все-таки смогли провести этот праздник? И какова вообще история возникновения Пасхи? А также, как именно ее праздновали и как это связано с Вечерей Господней? Смотрите далее. Сегодня тема нашей проповеди звучит так. От пасхальной трапезы к Вечере Господней. И сейчас мы продолжим читать Евангелие от Марка. Итак, 14 глава, с 12 по 21 стих. Если это возможно, то я попрошу вас встать. Мы будем читать Евангелие от Марка, 14 главу. Давайте сделаем это с удовольствием. Тем самым мы восславим нашего Господа, который посылает нам свое слово. Итак, сейчас мы прочитаем стихи с 12 по 21. 14 глава Евангелия от Марка. В первый же день опресноков, когда заколали пасхального агонца, говорят ему ученики его, «Где хочешь есть Пасху? Мы пойдем и приготовим». И посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в город, и встретится вам человек, несущий кувшин воды. Последуйте за ним. И куда он войдет, скажите хозяину дома того». Учитель говорит, «Где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими? И он покажет вам горницу, большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам». И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли так, как сказал им. «И приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он приходит с двенадцатью. И когда они возлежали и ели, Иисус сказал, «Истинно говорю вам, один из вас, едущий со мною, предаст меня». «Они опечалились и стали говорить ему один за другим, не я ли, и другой, не я ли, Господи». Он же сказал им в ответ, «Один из двенадцати, обмакивающий со мною в блюдо». Впрочем, сын человеческий идет, как написано о нем. «Но горе тому человеку, которым сын человеческий предается, лучше было бы тому человеку вообще не родиться, чем родиться и стать преткновением». Аминь. А теперь усаживайтесь поудобнее и давайте разберем наш сегодняшний отрывок из Библии. Здесь мы видим рассказ о последней пасхальной трапезе и первой вечере Господней, который Иисус совершил со своими учениками. Произошло это накануне Пасхи. По нашему календарю это чистый четверг. Пасху начинали праздновать уже с вечера чистого четверга, потому что в Израиле считалось, что день длится от заката и до заката, то есть от кануна до вечера Пасхи. Пасха на протяжении веков была одним из самых важных ежегодных праздников в Израиле. Во времена Иисуса Пасха тоже имела первостепенное значение, потому что где-то за полторы тысячи лет до этого в жизни молодого народа израильского произошло одно незабываемое событие. В то время Израиль оказался в рабстве у Египта и пережил самые тяжелые страдания за всю свою историю. В конце концов Бог освободил свой народ наслав на Египет десять ужасных казней, десять ужасающих казней. Они настигли каждого жителя той страны. Во время первой казни вся вода превратилась в кровь. потом были казни в виде нашествий лягушек, нашествий мошек и пёсьих мух. Затем начался мор скота. После этого людей стали мучить ужасные язвы, а потом на них выпал град, уничтоживший почти всё, что они имели. Затем было нашествие саранчи, девятой казнью. Стала трёхдневная ужасная тьма. И хотя каждая из этих казней потрясала фараона, но каждый раз ему удавалось оправиться, и он продолжал творить свои безбожные дела. После девяти ужасных казней Господь принял решение наслать на эту страну десятую казнь, которой стала смерть всех первенцев в Египте. Это затронуло всех, от фараона до самых простых семей в стране, и произошло это всего за одну ночь. Чтобы защитить свой народ от этой казни, Бог повелел евреям обратить внимание на эти слова, заколоть непорочного годовалого барашка, облить его кровью косяки и балки дверей всех своих домов, а затем посреди этой ужасной ночи каждая семья должна съесть мясо этого барашка. В то время, пока вокруг царил мор детей, израильтяне вкушали барашков. и так они смогли уберечься от этой казни, потому что кровь, ягненка на внешней стороне их дверей была защитным символом, с помощью которого Бог собирался пощадить своих детей. Так все и произошло. Пока весь Египет оплакивал своих малолетних детей, еврейский народ, который до этого момента был порабощен, сплотился и под руководством Моисея покинул Египет, направившись к свободе в другую землю, которая была обещана им Богом. Это событие. И стало исходным моментом для праздника Пасхи, который намеревался отпраздновать Иисус вместе со своими учениками, потому что с тех пор по повелению Бога Израиль каждый год праздновал Пасху. На этот праздник в Иерусалим пребывало просто невероятное количество людей. Причина такого ажиотажа заключалась в том, что те, кто хотел поучаствовать в пасхальной трапезе, согласно тогдашней традициям, могли сделать это только в пределах города Иерусалима. А вот почему Иерусалим в тот день просто кишал людьми. Жители Иерусалима праздновали Пасху у себя дома с семьями. Те же, кто приехал на праздник из других стран, останавливались на постоялых дворах и в гостиницах и арендовывали там помещение, где они могли отпраздновать Пасху. У Иисуса же не было такого помещения в Иерусалиме, в этом городе с заполненным народом. Когда это выяснилось, ученики Иисуса стали очень сильно беспокоиться, они стали паниковать, потому что канун Пасхи уже прошел, и вечером они должны были устроить праздничный обед, но они до сих пор не знали, где же им собраться. Вот почему в Библии мы читаем следующее. «Где хочешь есть Пасху?» спросили ученики Иисуса. «Мы пойдем и приготовим». И далее мы видим, что Иисус не ощущал, что они находились в бедственном положении. Мы видим, что ученики Иисуса все нервничали и трепетали. Их мучили вопросы, «Ну, где же мы будем праздновать Пасху? Где же мы можем вспомнить это величайшее событие в жизни нашего народа?» Иисус же сохранял спокойствие, потому что нашего Бога ничто не сможет смутить. У Бога всегда есть путь и для своих детей. ученики волновались, а может быть, даже и паниковали. Как я уже сказал, день клонился к вечеру, а они до сих пор еще не знали, где им как следует отметить великий день освобождения Израиля. Они говорили, «Если в ближайшее время не произойдет чудо, мы сегодня вечером останемся на улице». И тут мне вспоминается наша миссионерская поездка в Аргентину, которую мы совершили несколько лет назад. В тот раз нам не удалось, как это было запланировано, пересечь великую реку Уругвай, потому что она разлилась и было половодие. Тогда нам сказали, что нам придется делать огромный крюк, чтобы доехать до другого моста, чтобы мы смогли отправиться в Бразилию, как мы планировали с самого начала. Мы ехали и ехали, и в итоге заблудились, а уже вечерело, и тогда мы поняли, что в тот день нам до Бразилии точно не добраться. Мы хотели доехать до Санта-Розе. Что же нам было делать? Проводить ночь в машине в Аргентине? Было опасно для жизни, и тут мы вспомнили, что в городе неподалеку жил один миссионер. Мы направились туда, и этот город оказался таким же опасным, как и другие. И вот уже темнело. У нас не было его адреса. Дозвониться до него нам не удавалось. И тогда нас охватил страх. Мы стали беспокоиться. Неужели нам придется спать вчетвером в одной машине посреди города, который просто кишмя кишит преступниками. И тогда мы стали молиться. Боже, даруй нам хоть какую-то крышу над головой. Но мы, в отличие от учеников Иисуса, собирались не праздновать Пасху, а просто поспать. Мы были очень заволнованы. Мы колесили по улицам этого города, и вот внезапно мы взяли и оказались прямо у дверей дома этого миссионера. Он впустил нас к себе, и мы оказались в безопасности. Какая же это была для нас радость. Когда я сегодня перечитывал текст своей проповеди, я как раз вспомнил об этом случае. Бог заботится о своих детях, даже когда дела идут совсем плохо. У него всегда есть какое-то решение, и для вас тоже. В какой бы неловкой ситуации вы не оказались, не волнуйтесь, Бог никогда не приходит слишком поздно. Иногда он чуть-чуть припаздывает, но он никогда не приходит слишком поздно. Он само спокойствие, поэтому вам не надо ничего бояться. В нашем сегодняшнем отрывке мы видим, что Иисус уже придумал, как найти помещение для празднования Пасхи. И в этом эпизоде нам открывается, насколько он всеведущ и всемогущ, ибо он послал в город двух своих учеников. Согласно Евангелию, от Луки это были Петр и Иоанн. Эти двое должны были найти место, где Иисус со своими учениками мог бы отпраздновать Пасху. Послав их в город, Иисус предсказал им, что там они встретят мужчину, несущего кувшин воды. Иисус сказал им, что они должны тайно пойти за этим мужчиной с кувшином воды и заговорить с ним только перед домом, в который тот будет заходить. Что же они должны были ему сказать? Учитель говорит, где комната, в которой бы мне есть Пасху с учениками моими. А потом Иисус добавил, и он покажет вам горницу большую, устланную, готовую. Там приготовьте нам. Мне кажется, это очень сильный момент. Иисус все видел. Иисус знал, где все произойдет. А еще у него была власть. Он смог найти место для празднования Пасхи. У него все было под контролем. Он все видел наперед. И как я уже сказал, так все и произошло. И пошли ученики его, и пришли в город, и нашли, как сказал им. И приготовили Пасху. Но разве это не круто? Это означает, что ранним вечером они пошли в храм с непорочным барашком, которого они заблаговременно купили, и торжественно закололи его там, как жертвенное животное. Это нужно было сделать непременно в храме. У себя дома делать это было нельзя. Нужно было сначала сходиться своим барашком в храм. Там и закалывали пасхальных агонцев. Тот факт, что Иисус дал это поручение только двоим своим ученикам, возможно, объясняется тем, что в особенности Иуде не следовало знать, где они будут праздновать Пасху. Сам он знал, где это будет, а 10 оставшихся с ним учеников этого не знали. Среди них был Иуда. А найти это место должны были Петр и Иоанн. У них не было мобильников, они не могли позвонить и сказать, учитель, мы нашли место, идите к нам сюда, на первых трех развилках, поверните налево, а следующие пять, идите прямо. Улица такая-то. Нет, ничего такого вообще не было. Оставшиеся 10 учеников сидели и гадали, куда же их приведет Иисус, где же это место? Двое, что пошли искать, скорее всего, уже были там. А вот Иисус повел их, а Иуда тоже не знал, куда они идут. Я думаю, что Иисус поступил так, потому что он не хотел, чтобы Иуда мог сообщить его врагам местом, где они будут вкушать пасхальную трапезу, ведь тогда они могли бы схватить его прямо там, но Иисус хотел утаить это место, потому что лучше было бы, если бы все произошло тем же самым вечером после празднования Пасхи в Гефсиманском саду, а не там, где они торжественно ели Пасху. Иисус хотел быть уверенным, что все так и будет, поэтому ему и пришлось сделать для этого некоторые приготовления. И далее мы видим, что он сделал. Согласно иудейским традициям, пасхальная трапеза включала в себя семь этапов, и мы можем исходить из того, что Иисус со своими учениками тоже следовали этим традициям. Во-первых, когда все они уселись за стол, а их было 13, так вот, когда все они уселись за стол, прежде всего была произнесена благодарственная молитва и подана чаша с красным вином, которая была наполовину разбавлена водой. Во-вторых, произошло церемониальное омовение рук, которое должно было символизировать то, как важна духовная и нравственная чистота. В-третьих, были поданы горькие травы, которые должны были олицетворять собой горечь египетского рабства. В-четвертых, была подана еще одна чаша с вином. Тем самым, хозяин дома объяснял значение Пасхи. Те, кто услышал об этом в детстве, рассказывали об этом потом своим детям. Бог хотел, чтобы о спасательной операции, которую Он провел, спасая плененный народ, израильский и из рабства слышали все последующие поколения. Он хотел, чтобы память об этом всегда была живой. Поэтому одной из важнейших частей празднования Пасхи был рассказ главы семьи своим домочадцам о тех событиях. Далее, в-пятых, так называемые «Халлилуйные псалмы». Это псалмы со 112 по 117. «Галель» в переводе с еврейского означает «хвалебная песнь». Именно от этого слова происходит известное нам всем слово «Халлилуйя». Это знаменитые хвалебные псалмы. И Иисус пел эти псалмы вместе со своими учениками. Он пел именно эти псалмы из нашего общего Писания. Далее, в-шестых, к столу вносили уже приготовленного барашка, и хозяин дома распределял его куски и опресники между собравшимися за столом. И, наконец, в-седьмых, подавалась третья чаша с вином. И тогда начинали петь другие псалмы и пели их до конца этой праздничной трапезы. Мы можем представить себе, что нечто подобное было и у Иисуса с Его учениками. Иисус специально устроил это празднование Пасхи, потому что мы знаем, что это была последняя пасхальная трапеза перед Богом. Этой трапезой завершалась полутора тысячелетняя история и начиналась история новая. Потому что эта трапеза была также и первой вечерей Господней, когда-либо отмечавшейся в истории церкви. Из-за безмерной важности этой совместной трапезы со своими учениками Иисус, когда они все вместе сидели за столом, сказал им так, «Очень желал я есть с вами эту Пасху прежде моего страдания». Это была последняя Пасха и первая вечеря Господня. Вот почему Иисус так стремился найти подходящее место, где бы Он мог осуществить уникальнейший процесс за всю историю спасения человечества, переход от Ветхого Завета к Завету Новому. С тех пор миллионы барашков больше не должны были умирать каждый год ради нашего спасения. С тех пор не надо было каждый год их закалывать, а их закалывали уже бесчисленное множество раз, и все это благодаря одному особому Агнцу, Агнцу Божьему. Благодаря нашему Господу Иисусу Христу, и чуть позже, тем же вечером, Его должны были схватить и возложить на алтарь самого Его, отвезти Его на жертвенный алтарь, алтарь распятия, чтобы Он умер раз и навсегда за грехи Своего народа, и не символически, как в случае с жертвенным Агнцем, а на этот раз на самом деле это стало важнейшим событием для всех людей, которые приняли Его жертву своей верой каждого человека на земле. И вы тоже примите Господа Иисуса Христа как вашего жертвенного Агнца вашей веры. Сделайте это. Аминь. Да благословит вас Бог и да поможет вам. Мы хотим нести людям благую и утешающую весть о том, что Иисус Христос ждет верующих на небесах, а также мы оказываем и конкретную помощь нуждающимся в ней на всех континентах нашей планеты через наши гуманитарные и диаконические проекты. Бог с уверенностью говорит, что Его дети перетерпят все до самого конца, но при этом для людей, оказавшихся в трудной ситуации, важна и конкретная помощь братьев-христиан. Наша Церковь тоже оказывает такую помощь посредством гуманитарных проектов во многих странах мира. этот стих навел церковь-ковчег на мысль организовать проект надежда для детей. А в рамках этой акции мы каждый год дарим подарки на Рождество детям, проживающих в местах, где Церковь-ковчег реализует свою миссию. Церковь-ковчег в первую очередь оказывает гуманитарную помощь детям, находящимся в нужде на четырех континентах земли. в Бразилии, в Индии, в Мьянме, в Африке, в Украине и в России. Мы поддерживаем различные проекты для детей. Мы снабжаем нуждающихся и многодетные семьи продуктами. Мы хотим, чтобы в это Рождество прежде грустные глаза многих детей засверкали от радости. В рамках акции «Надежда для детей» Церковь-ковчег собирается подарить нуждающимся тысячи рождественских подарков, в которых будут основные продукты питания, необходимые предметы жизненного обихода, сладости и игрушки. Так, помощь придет туда, где она очень нужна. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. До свидания. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok